И другая обыгрывает их. Сначала та, которая проигрывает. Это Мария и Евгений Буруновы. Евгений родом из Москвы, а Мария родилась в Австралии, в Перте. Они муж и жена. И уже три года, ну, больше, четыре года катаются вместе. Катаются под Прокофьева и композицию Эдвина Мартона. Грубо говоря, и там, и там современная обработка классической музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В досье, кстати, написано, что они тренируются у Костаровой и Алексеевой. И большую часть проводят своего тренировочного периода в Москве. Ну, катание такое бывает на турнире «Четырёх континентов» не очень презентабельное. Ну, выполняю. Думали, что элементы у всех будут одинаковые и будут оцениваться по уровням. И чем это закончилось? Тем, что вот такая даже пара, как Бруновы, могут взять поддержку, ногу к голове подтянуть или в шпагате оказаться, или ещё как-нибудь. И у них уже, получается, поддержка четвёртого уровня. Конечно, она не заслужит плюсиков от судей, но в любом случае, какой смысл в том, чтобы заставить делать и эту пару, и, предположим, Домнину Шабалина, практически одну и ту же поддержку. Которая и некрасивая, и непрезентабельная, и не оригинальная, а просто вот она четвёртого уровня. Для того, чтобы возвысить эту пару, ну, пары подобной этой, конечно же, нет. Потому что от этого пара ни оценки больше не получит, ни кататься лучше не станет. Потому что всё равно, как вы видите, очень сильно решающей оценкой является оценка за, так называемый, презентейшн скор, за компоненты. Может быть, тогда просто есть желание уравнять и привязить те пары, которые действительно могут выделяться красотой катания. Такие, как Домнин Шабалина или Хохлово-Новицкий, очень сложно.